Приветствую, друзья! На связи Андрей Жириков. В данном видео я представляю вам вторую часть созвона, который прошел в нашем Telegram-чате. И поскольку в этом созвоне участвовали профессиональные юристы, имеющие различные точки зрения на деятельность кооператива Bestway, разговор получился достаточно насыщенным и интересным. Приятного прослушивания! Смотри, тут такой момент интересный получается, что кооператив работал 8 лет, и пайщики оплачивали вот этот взнос, вступительный взнос. И, Ален, там же есть именно взносы, которые шли на целевой счет для оплаты, а вот эти 2000 евро, которые пайщики при вступлении, я так понимаю, они же на какой-то отдельный счет шли, да? Ну, совершенно верно. Но вообще есть три как бы основных счета. Может быть, они в какие-то годы менялись, допустим, ну, из одного банка в другой могли какой-то договор заключить. Но вот был неизменным договор со Сбербанком именно на Паевый счет. То есть он со дня основания, как существует, один и тот же счет. Это именно Паевый, именно с целевым назначением, с которого деньги расходуются только на приобретение жилья, либо на возврат средств тому, кто написал заявление на выход. И больше никуда. А другие взносы, как вы правильно заметили, там, членские, вступительные, то есть они в договоре, это все именно так и указано, что они другими платежами, другими квитанциями оплачиваются на другие счета, и они идут на нужды кооператива. Какие нужды у кооператива? Ну, в принципе, Паечку неинтересно. Ему интересно, чтобы на его квартиру деньги были именно там, куда он их положил. Да, и просто помню, был какое-то время разговор у нас, что за 8 лет работы кооператива вот на каких-то счетах, видимо, куда шли вот эти вступительные взносы, там накопились достаточно серьезные суммы. И, ну, смотрите, вот, если предположить, если предположить, что существует некое российское юрлицо, Life is Good, которое занимается рекламными услугами, то, по идее, со счетов кооператива на счета этого российского юрлица должны идти переводы, оплата рекламных услуг. Но, насколько я понимаю, этого не было. То есть деньги просто копились вот на этих счетах. Но, как Юра спросил, тем не менее, у консультантов, которые продвигали кооператив, на счетах Виста появлялись циферки, появлялись гонорары за продвижение кооператива. И вот возникает вопрос, откуда там эти циферки появлялись. Ну, вот, документально на данный момент какого-то документальной связи, именно, как Алена озвучила, между компанией, зарегистрированной Белизе, Life is Good и кооперативом, нет, ну, по крайней мере, или не найдены этих документов. Может быть, они где-то существуют. То, что мы документов каких-то не видим, это не значит, что их нет в природе. Может, они и есть где-нибудь у Романа Василенко в папочке. Вот. Но ситуация интересная. То есть, получается, вступительный взнос годами, 8 лет, вступительные взносы откладывались на отдельных счетах. И, насколько я понимаю, часть этих денег как раз и должна была идти за рекламные услуги, скажем так. Но она никуда не шла, она оставалась на счете и копилась. А оплата на счета консультантов шла именно от компании Life is Good, зарегистрированной в Белизе. Как-то так. Ну, Андрей, я не могу это прокомментировать. Это все... Так, опять плохо слышно. Это, ну, скажем так, домыслы. Мы же не видели этих документов о финансовых операциях. Есть они или нет, я не знаю. Мы говорим только о том, что я знаю, действительно. И, может быть, и были, может быть, и не было. Ну, по крайней мере, год уже идет следствие, второй год пошел. До сих пор такие документы не были предоставлены даже на обострение суду. Ну, давайте подождем, когда будет открытое судебное разбирательство, когда будут все... Когда будут уже разглашены тайны предотвратительного следствия. Да, сейчас же есть эта тайна определенная. А когда будет судебный процесс, уже этого не будет всего. То есть мы тогда узнаем точно, были, не были, есть, нету. В любом случае, я отстаиваю интересы пайщиков кооператива. Свои собственные, в том числе я тоже пайщик. И я не вижу никакого нарушения законодательства. Если были где-то, какие-то, кем-то, куда-то переводы, что до сих пор не подтверждено, то это в любом случае, это не ответственность пайщиков. Они все свои обязательства выполняли вовремя и в срок. То есть они все платежи вносили исключительно в российские банки. И еще хочется заметить, что вот под арестом в настоящее время находятся три счета кооператива. Не один, а три. В разных банках. Вот Сбер, СМП, еще третий, не помню название, наизусть не скажу. На них разные суммы находятся. Может быть, и на них суммы, которые они, вот не так, как вы сказали, что где-то копились, лежали, там складировались 8 лет. То есть были в каком-то из заседаний документы о том, что движения по всем этим счетам были. То есть со всех трех счетов были движения средств. Но тем не менее, что они в теневой оборот были, нигде нет таких документов. То есть я как бы, ну лично я для себя не рассматриваю такую версию, что где-то просто копились, мертвым грузом лежали, никуда никогда не переводились. То есть, по крайней мере, таких фактов на данный момент нет. Так что какие-то платежи где-то у кого-то между кем-то были, а вот куда? Ну точно нефтеневой оборот. Ален, а общая сумма, ну вот на этих счетах, не помните последние данные по суммам? Ну я только примерно могу сказать 3,6 миллиарда. Из них миллиард 368 миллионов, что ли, что-то такое на Сбербанке, и вот другая сумма на двух других счетах. Миллиард 368, это вот как раз счет, с которого оплачивались квартиры? А это еще в Сбербанке. Ну я примерно сказала сумму, я точно не помню. Я же говорю, я без документов. Случайно увидела у вас эфир и вышла в эфир. Ну понятно, понятно. Ну так смотрите. Примерно миллион триста на одном, а всего где-то 3,6 миллиарда. Ну так хорошо, смотрите. То есть если у нас есть некий счет, на котором арестовано 1 миллиард 360 миллионов, и этот счет предназначен для покупки квартир, это значит, что на двух оставшихся счетах это 2 миллиарда 300 миллионов примерно. Это, извините, на миллиард даже больше, чем на целевом счете. То есть вот вы говорите, не копилось. Как же не копилось, если есть некие счета, на которых за 8 лет суммарно скопилось 2,3 миллиарда. Я не спорю, с них наверняка какие-то движения были, какие-то оплаты, но на презентациях же часто говорилось, что средства, как происходит покупка жилья, есть целевой счет, на него поступают паевые взносы, как только накопилась там нужная сумма для оплаты квартир, все, пошел процесс, квартира оформляется. А сейчас получается, что помимо вот этого целевого счета для оплаты квартир, есть другие счета дополнительные, на которых там лежит даже больше денег. Ну, смотрите, Андрей, я не говорю, что... То есть вы правильно совершенно меня поняли. Возможно, какие-то средства и накопились, но ни один из этих счетов не был прям недвижимым. То есть чтобы туда только поступали, и с него ничего не уходило. То есть на всех счетах были какие-то движения. О том, что говорилось на презентациях, это только на вот какой-то первой поверхностной презентации говорилось вот так. А когда были презентации более глубокого плана, то есть когда уже изучить, либо если кто-то задавал вопрос, я тоже неоднократно это слышала, и в интернете есть масса такой информации. И когда обучение проходило в кооперативе тоже, я об этом прекрасно знаю, прекрасно понимаю, почему накопились вот это там миллиард триста или там какая-то примерно такая сумма. Потому что деньги, как только накопилась, то есть денежная сумма на покупку квартиры, они переходят в резерв, то есть тому человеку, кто по очереди подошел, все. И человеку дается два месяца на то, чтобы там либо подобрать себе жилье, либо предоставить документ, если он уже заранее себе подобрал жилье. То есть очередь же прозрачная, ее же все видели. И те, кто более, ну как сказать, просторопнее, что ли, как правильно объяснить, они заранее себе подыскивали жилье, то есть заранее уже как бы к подходу к очереди уже у них был готов пакет документов. Вот когда этот пакет документов был готов, то, соответственно, сделка происходила буквально за 10 дней. То есть 10 дней, грубо говоря, деньги в резерве лежали у кооператива для того, чтобы купить эту квартиру этому пайщику. А те, кто как бы еще не подобрал, еще что-то там у них с документами, еще чего-то там не сделал, ну, в общем, проволандился, да, у всех людей было право два месяца это делать. И причем после того, как два месяца, если за два месяца человек не предоставил документы на покупку, он мог написать заявление и отложить еще раз на два месяца. То есть и тогда его не скидывали назад вниз в очередь, никуда его не возвращали. То есть он продолжал оставаться там же на оформлении, это называлось. То есть, ну, если вы сами как бы были же, правильно, да, в компании, видели эти сайты, я думаю, кооперативы, наверное, и кооперативы тоже кому-то помогали открыть, скорее всего, то там есть очередь, которая очередь. Вот просто там на последнее время там было где-то 1600 человек в этой очереди. Ну, в последнее время, когда был сайт. Примерно. Где-то 200 человек было на оформлении. То есть это 200 человек, у которых идет вот эти вот двухмесячный вот этот вот карто-баланш на то, чтобы найти себе квартиру. И плюс была такая строчка должники по документам. Там обычно где-то 70-80 человек находилось. Это те, которые за два месяца не успели найти для себя квартиру. И то есть написали заявление и продолжают ее себе искать, либо там что-то на документы какие-то собирать, либо еще что-то такое делать. И поэтому, если посчитать, что примерно там 270-280 человек одновременно находятся на стадии оформления, для них, для всех зарегистрированные деньги как раз на паевом счете кооператива. И если прикинуть, это где-то около 2 миллиардов рублей получается. То есть все абсолютно логично, что там эти деньги лежат для того, чтобы как только готовы документы, кооператив мог тут же купить квартиру без промедления. А не копить на нее еще раз, когда там соберутся паевые средства. А на судебных заседаниях обсуждались именно предназначения этих счетов? То есть чтобы там конкретно вот этот счет для такой-то цели, вот этот счет для такой-то? Ну, прям, чтобы для какой-то цели я такого не слышала обсуждения, а по назначению платежей, да, обсуждалось, что есть отдельные квитанции, назначение платежей, вот этот на этот счет это членские взносы, вот на этот это паевые взносы, вот на этот это вступительный взнос. Это обсуждалось в таком плане, и следствие этого не оспаривает, абсолютно с этим не спорит. То есть все квитанции оно принимает и говорит, мы не отрицаем факт, что да, действительно, ваши деньги были именно туда зачислены, именно для этого. То есть это не какие-то поддельные реквизиты, что пайщик думал, что оплачивает туда, а на самом деле, оказывается, деньги ушли куда-то в другое место. Нет, следствие этого абсолютно не отрицает, не оспаривает никак. Алена, можно еще один вопрос к юристу? А преобразование жилищного кооператива в потребительство проведено без нарушений российского законодательства или с нарушением? Если с нарушением, то какие шаги по исправлению? Я была уверена, что будет этот вопрос. Мне очень хотелось, чтобы вышел в эфир Вадим, который я слышала в записи прошлый эфир, где выступил рабитражный управляющий. Он мне показался очень грамотным человеком. Понятно, что он с юридически подкованный, но он сам, то есть мы потом с ним в чате общались, кто видел, кто наблюдал наше общение. Он говорил о том, что он не следит прям пристально за ситуацией с кооперативом, но тем не менее общие юридические знания у него есть, соответственно. И он обещал, как бы, мы с ним обсудили ряд вопросов. Я говорю, я хочу, чтобы читатели услышали ваше мнение при ответе на эти вопросы. Но, к сожалению, он так не вышел на связь, я не увидела, и мне очень хотелось с ним бы поговорить. Ну, давайте, получится, что в прошлой части созвона был его вопрос, а в моей части будет мой ответ. Пусть тогда и тут... Вадим, на связи. Да, Вадим здесь присутствует. Отлично, да, Вадим здесь присутствует. Прекрасно, я вас не увидела. А, Вадим, скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы людям ответить, чтобы не я это отвечала на вопрос, а чтобы вы ответили, как юристу общей практики, так скажем. Скажите, пожалуйста, кто занимается, какой орган занимается регистрацией юридических лиц? Вы хотите, чтобы мы сейчас по базе прошлись? Ну, здесь, понятное дело, здесь, как бы, все знают, даже здесь не надо быть юристом. Налоговый орган занимается регистрацией юридических лиц. А налоговый орган действует по какому кодексу? Ну, слушайте, Алена, я просто... Ну, вы скажете какой-то, вы какой хотите конкретный вопрос? Может быть, мы сразу начнем с конца, а потом будут люди... Да нет, это была короткая. Давайте, да, хорошо, давайте я скажу свою версию, а потом, если что-то не так, вы меня поправите тогда. Это была короткая череда вопросов. Регистрацию юридических лиц в соответствии с АКВЭДМИ производит налоговый орган. Налоговый орган действует на основании налогового кодекса. По налоговому кодексу нарушений не было в том, что кооператив только сменил название. Не было смены организационно-правовой формы. То, что считают нарушением, вот, ну, много где обсуждается этот вопрос, да, что это нарушение было, что он там не жилищный, там, а какой это должен был стать, там, жилищно-накопительный, по-моему, вы говорили. Ну, неважно, много версий вот этих ходят. Так вот, по жилищному кодексу налоговый орган регистрацию не проводит. Так как предприятие было зарегистрировано в налоговом органе, оно было зарегистрировано в соответствии с налоговым кодексом, я лично считаю, что нарушений не было. Мое мнение. Если даже, допустим, кто-то где-то выяснит, что были какие-то нарушения, то, опять же, как мы это обсуждали уже в чате, есть нарушение, а есть преступление. Если было нарушение какое-то, значит, должно быть предписание на его исправление. Но это не влечет за собой закрытие организации. Должно быть просто предписание, ну, о каких-то там, не знаю, приведениях в соответствии, допустим. Поэтому мой ответ вот такой. Статьи я, к сожалению, сейчас, ну, не скажу вам наизусть, опять же, потому что я без документов. В руках. То есть статьи налогового кодекса я не смогу сказать наизусть, на основании каких статей это было. Но если вы просто заглянете в налоговый кодекс и найдете там раздел потребительские кооперативы, главу, то есть потребительские кооперативы, то вы увидите там перечень, какие бывают потребительские кооперативы. И все эти потребительские кооперативы относятся к одной группе потребительских кооперативов именно. То есть получилось так, что когда он был жилищным, он относился к этой же группе, к потребительским кооперативам, но другая немножечко была формулировка. И в связи со сменой названия, то есть как тоже много где обсуждается, что было предписание от прокуратуры, да, какое-то определенное, много где это тоже муссируется в средствах интернет-ресурсов, так скажем. Вот как раз было произведено, ну я так подозреваю, я же не имею отношения к правлению кооператива, я так думаю, мое мнение, что после вот этого письма из прокуратуры, скажем так, было проведено собрание и в соответствии с налоговым кодексом было произведено смена названия. То есть раз сказали, ну как сказать, в двух словах было типа не вводите в людей в заблуждение, у вас не жилищный кооператив, потому что вы не строите, а люди по названию думают, что вы строите. Ну как-то примерно так это звучало. И соответственно поменяли название, то есть стал это потребительский кооператив и даже Центробанк на одном из судебных заседаний сказал, это есть в протоколах судебных заседаний, опять же, то откуда я черпаю информацию. Центробанк сказал о том, что ну да, сейчас вы привели в соответствие, но вот на момент 18-го года вот было у вас жилищный кооператив, и это мы считаем признаком финансовой пирамиды. Ну как-то примерно так. Да, спасибо, Алена, я тоже послушал, если у кого нет что добавить, пока, как говорится, вопрос тепленький, я бы хотел свой комментарий оставить. А для Алены, в частности, да, вот по ее фразам. У меня немножко другая информация, в частности, когда я уже, ну и предыдущий раз упоминал. Я лично общался с одним из, так скажем, главных людей, в том числе в кооперативе, да, это Анна Орлова, я думаю, все ее знают. Вот тогда как раз таки она мне сама, собственно, и сказала, почему им пришлось поменять с ЖК на ПК, это как раз таки, когда им прямо намекнули, что у вас не совсем та деятельность, которую вы декларируете своим названием, своей, соответственно, организационно-правовой формой. И как раз таки им и пришлось поменять на ПК, будучи, когда они еще были ЖК, понимая, что они ведут не совсем корректную деятельность. А уже предписание прокуратуры появилось позже, не тогда, когда они были ЖК, а именно когда стали ПК. И, как вы сказали, все правильно. Конечно, все жилищные кооперативы, неважно какой формы, они все подлежат к одной единой группе. Это потребительский кооператив. Но есть именно специализированные кооперативы, под которые и существуют отдельные законы, статьи законов, да, и в гражданском кодусе, в том числе, в первую очередь, да, это относящиеся к жилищным и жилищным строителям кооперативы. Отдельный федеральный закон про жилищно-накопительные кооперативы. Собственно, для этого все и сделано. То есть есть общая группа, а есть конкретные определенные кооперативы, занимающиеся только конкретной деятельностью. Вот, собственно, тот же жилищный кооператив, который был ПК, вернее, ЖК Быстрова изначально, как я всегда говорил, это был такой Франкенштейн. Просто со всего, где можно было, взяли самое интересное, что предусматривается какими-либо определенными статьями законов, да, и ЖМК, и ЖК чуть-чуть попало и так далее. И сказали, вот мы вот так вот будем работать. Но почему-то никто тогда не задался вопросом, а почему вот в такой форме он вообще изначально был создан, для какой цели? То, что сейчас произошло там, реорганизация. Я считаю, это не было изменения названия, потому что закон четко устанавливал. Жилищный кооператив должен в себе содержать четкое указание, да, на цели самой работы жилищного кооператива. И название обязательно должно звучать, что это жилищный кооператив. То, что сейчас он называется межрегиональный, там какой-то потребительский и так далее, и так далее, и так далее. Это да, это просто название. Реально. А когда он был именно ЖК, он не был простым потребительским кооперативом, он был четко, понятно, жилищным кооперативом. И помимо УКВЭДа есть еще определенный код, я сейчас не помню, как он в него звучит, аббревиатура, как раз-таки, которая показывает именно конкретику, какой это жилищный кооператив. То есть он может быть по этому коду или жилищным, или жилищно-строительным, или жилищно-накопительным в том числе. То есть там отдельный еще код есть. И как раз-таки, когда была смена с ЖК на ПК, в том числе и этот код тоже поменялся. То есть, по сути, произошла реорганизация фактически юридического лица, на что я отметила в своем предписании прокуратуру. Как раз-таки четко было понятно и написано, что ЖК не мог стать ПК, ввиду того, что он не просто название поменял, а он поменял организационно-правовую форму, и в целом вся деятельность поменялась. То есть как это преподносилось там в цели того, чтобы увеличить возможности по приобретению, не знаю, другого имущества. Там все мечтали острова покупать на Канарах, я уже утрирую. В первую очередь была речь про автомобили, но мы ни одного автомобиля не увидели купленного. И, соответственно, в итоге все было понятно, что это было сделано не для того, чтобы расширить, как это преподносили, а это было сделано на скорую руку, потому что им прямо об этом намекнули. Поэтому я, как говорится, свое мнение высказал. У кого есть что добавить, пожалуйста. Ну давайте я чуть-чуть прокомментирую, точнее отвечу на ваше. Да, благодарю, у вас грамотное мнение. Я сразу сказала, что вы мне показались очень грамотным. И просто хочу сказать, что даже если это было, скажем так, пусть налоговые разбираются в том, с нарушением они произвели вот эту регистрацию, либо без нарушений. В любом случае это не предмет обсуждения уголовного дела. Это в любом случае предмет административных проверок каких-то, правильно, то есть налоговых проверок и так далее. Если даже какие-то нарушения будут выявлены, значит будет предписание об их устранении. По крайней мере это точно не уголовное преступление в любом случае. Здесь ведь вопрос масштабов, да. То есть если просто бы обычное юрлицо, условно, да, там, не знаю, какая-нибудь маленькая овошка, которая что-то там поменяла, возможно, я бы даже никто бы и не заметил. Но здесь, еще раз говорю, да, Алена, вы тоже упорно, скажем, гнете линию защиты быстрее, при этом не обращая внимания на все остальное, что к этому быстрее прилагалось, как холдинг. То есть и следствие, еще раз, да, тоже хочу повторить, еще раз по мнению Колокольцева, которое было высказано, да, но следствие не разделяет быстрее отдельно от всех юридических лиц. Да, говорилось, что это холдинг, юридически этим холдингом никогда не являлось. Я об этом тоже открыто говорил своим друзьям и на вопросы отвечал в комментариях различных на видео на ютубах, когда они только-только начали появляться различные, ну, так скажем, разоблачения, да, от хейтеров так называемых. То есть я тоже позицию, кажется, свою высказывал уже давно, и на тему холдинга мы тоже не раз там все это обсуждали. Я говорю, почему вы называете холдингом то, что этим холдингом никогда не являлось? А, собственно, холдинг – это то, собственно, сейчас, чем интересуются следственные органы. То есть для них понимание холдинга – это то, что декларировалось на самом деле со сцены, публично. Все это везде слышали. Лидеры это говорили, да, там, директора так называемые. То есть они всегда говорили, как происходят денежные потоки в их холдинге, что такое life is good, почему деньги идут в life is good, почему деньги из того же Гермеса каким-то образом, да, гонорары выплачиваются и так далее. То есть что это за зарплатный счет такой ВИСТа, из которого, вернее, при контракте на кооператив, да, деньги сказочным образом, оказывается, должны быть зачислены на счет ВИСТа. То есть вот эта взаимосвязь, ну, как бы ее глупо отрицать. Но с этим, собственно, и работают сейчас следственные органы. Поэтому и появилось уголовное дело. Не потому, что что-то там Бествейн махинизировал, да, извините за выражение такое, но тем самым, как бы, вот эти вот все реплики, тем самым вот эта вся, ну, скажем, мишура, извините, да, но оно и бросилось в глаза, в том числе, следствию. То есть вот это все, оно сейчас рассматривается воедино, никак не по отдельности. То есть что-то там находится в другой юрисдикции. Понятное дело, что там, ну, никто не будет привлекать к участию в делах уголовных, в том числе в России, или даже если привлекут, естественно, сюда никто не приедет, там, не из бывших каких-то юридических лиц, да, которые были зарегистрированы там в Белизии, в Шотландии, в Англии. Уверен, что руководители точно сюда не явятся, да, на судебном процессе не объяснят, как это все было у них по документам, но, тем не менее, как бы, факт остается фактом. То есть все об этом открыто говорили, сейчас, естественно, все замолчали и говорят только про кооператив. Что я тоже считаю, ну, извините, если уж вы идете до конца, то говорите всем правду до конца, что это было на самом деле такое, как у вас деньги гуляли, и, соответственно, теперь бессмысленно забывать того, да, о чем, ну, как говорится, все помнят. Поэтому здесь вот такая у меня тоже, как бы, четкая позиция, и я стараюсь тоже, естественно, об этом прямо открыто говорить. И когда, опять же, вопрос встает про кооператив, да, ну, опять же, почему были признаки-то выявлены, в том числе и у кооператива? Да, это именно потому, что, когда он был ЖК, это не было жилищным кооперативом в чистом виде. Это, по сути, как я сказал бы, Франкенштейн, но и по своему определению он не мог быть жилищным кооперативом. А если что-то создается на, скажем, на массовую аудиторию, привлекаются огромные деньги, непонятно, как они в дальнейшем будут распределяться, непонятна структура, непонятно, собственно, да, к чему это все может привести, там, через 10-15 лет, когда это сильно разрастется. Это и есть тревожный знак для следствия. То есть у ЖК есть четко понятная инструкция, как он работает, как он действует. Мы это уже, в принципе, обсуждали на прошлом созвоне, да, а здесь ничего не понятно. И поэтому, собственно, и вопросы появились, а вообще может ли это так вот работать без закона и просто непонятно, к чему это может привести. Условно, сейчас 20 тысяч пайщиков, да, пострадали косвенным образом, да, прямо или косвенно как-то от действий, в том числе и следственных органов. Я тоже, кстати, ну, согласен, да, сейчас, собственно, страдают и пайщики не только от руководства кооператива, но и от следственных органов. Но это, к сожалению, неизбежно, потому что следствие не понимает, что дальше будет с деньгами на счетах, если им дать ими распоряжаться, да, этими деньгами. Потому что уже практика показала, вот, что, ну, не совсем были корректные переводы в последнее время, когда счета были разблокированы. Поэтому и вопрос встает. Естественно, не может следствие отдать разблокировку этих счетов, потому что кооператив в том виде, даже в котором он есть сейчас, к сожалению, продолжать работу не может, пока следствие со всеми делами не разберется. Ну, я имею в виду со всеми финансовыми потоками в том числе. Вот, примерно. Вадим, можно вопрос? А о каких вы говорите о не совсем корректных операциях в последнее время? Ну, есть информация, скажем, когда счет был разблокирован и начали деньги переводить, ну, уходящим пайщикам, да, те, кто писали заявление. Об этом много говорят. То есть я напрямую от источника, да, там, какой бы он ни был, так сказать, первый источник, назвать не могу, что я прямо от него эту информацию получил. Ну, от проверенных лиц, от которых ранее давали всегда проверенную информацию, такая была получена информация, что те переводы, которые были разрешены после разблокировки счетов, они были переведены в том числе директорам, соответственно, компании Life is Good, да. И, соответственно, ну, это точно были не рядовые пайщики, соответственно, ну, грубо говоря, речь идет о пострадавших простых пайщиках. А тут получается, что директора получили в какой-то степени свою выгоду после того, как на какое-то короткое время, ну, пусть, были разблокированы счета. Ну, то есть вы хотите сказать, что возвраты паевых, которые были произведены вот за то короткое время, они были произведены именно директорам, я правильно вас поняла? Да, в том числе все правильно. То есть там, ну, были достаточно большие количества переводов именно, можно сказать, по верхушке тех самых директоров, которые были, скажем, в числе тех получателей. Ну, то есть в том числе это значит не только директорам, правильно? Понятно, что не только, да. Я об этом и сказал. Ну, я не могу комментировать, кто там директорам, не директорам. Я могу сказать, что переводы были пайщиком возврат паевых средств, которые имели на это право по закону. Если бы счет остался открытым дольше времени, если бы на него повторно, незаконно не наложили арест, решение об этом есть, судебное решение о том, что арест был наложен незаконно, что первый раз, что второй раз, вот, то были бы выплачены всем пайщикам средства. Я не знаю, директорам, не директорам, кому там это было выплачено. Но, по крайней мере, только пайщикам, только на возврат паевых. Никуда в левый какой-то теневой оборот денежные средства переведены не были. Я согласен. Я поэтому тоже уточнил, что я тоже согласен, что в какой-то степени пайщики сейчас заложники ситуации, да, и от следствия очень сильно многое зависит в их дальнейших, да, скажем, финансовых вопросах. Поэтому здесь вопрос не в том, как сейчас, да, дальше будут деньги распределяться. Ну, то есть следствие делать, я так понимаю, все возможное, чтобы не дать разблокировать счета, потому что они не хотят утечки этих денег, неважно куда, там, директор это не директор, но, то есть, просто боятся, что деньги уйдут в любое, скажем, ненужное направление. Понятное дело, что сейчас, я уверен, даже и руководство ПК быстро понимает, что они не могут себе позволить, да, в дальнейшем какие-либо вот такие вот действия, да, которые наоборот лишний раз дадут повод в следствии, в том числе усомниться, в том числе финансовых, да, операций руководства оператива. Но, кстати, хочу добавить, просто, опять же, я читал, не помню, фабулу уголовного дела в Казахстане, не помню, я имею в виду, какого года это была информация, сейчас точно не скажу. Когда впервые вот появилась информация про уголовное дело в Казахстане, тоже сейчас связанная с тогда еще тоже жилищным кооперативом Bestway в Казахстане, это было, кстати, раньше, чем у нас, там то ли 17-й год, что-то вот в этом духе. И там тоже фигурировала вот эта вот компания, зарегистрированная, да, в России, FinConsult, FinConsult Plus. И там как раз-таки вот в этой фабуле, в принципе, все было подробно расписано, как следственные органы Казахстана, в том числе установили утечку денежных средств из юридического лица Казахстана в российское юрлицо, то есть вот это вот FinConsult Plus. И там сумма была прям, ну, такая очень даже приличная, ну, там что-то сотнями миллионов рублей исчислялось, по-моему, ну, если память не ошибаюсь, не хочу врать, но около 800 миллионов, насколько я вот так вот могу вспомнить, потому что я это читал тоже достаточно давно, уже прошло несколько лет, это точно. То есть я к чему, что это FinConsult Plus и у нас тоже фигурирует, да, и в том числе на этом основании тоже следствие зацепилось. И рядовые пайщики, ну, не могут до конца понимать, что это было за юридическое лицо, для чего оно создавалось, а почему изначально оно было, потом от него пришлось отказаться. Возможно, есть какие-то разумные объяснения, но с учетом того, какие деньги туда уходили, ну, то есть я бы тоже задался вопросом, будучи пайщиком, например, да, почему мои деньги там, ну, уходят в какое-то непонятное юридическое лицо, и как бы за что это юридическое лицо получает такие огромные деньги. То есть в России этот FinConsult Plus тоже большие деньги получил, можно, в принципе, да, по СБИСу там посмотреть, да, по проверке контрагентов, какие там, то есть обороты проходили, тоже немалые. И вот в этом тоже есть вопрос, я про это и говорю, что здесь не только вот, ну, как бы на что-то на одном следствие налегает, у них, я уверен, много вопросов в целом, да, ко всему вот этому вот, как говорим, сборищу, да, таких вот маленьких юридических лиц, которые в том числе каким-то образом там были связаны. и были оформлены, по-моему, на бывшие, там, каких-то, скажем, да, там, о, вернее, не на бывшие, а на супругу Васильенко тоже, как бы, было оформлено, FinConsult или еще какие-то там точки. Ну, вот я к тому, что есть вопросы, в том числе, по утечке денег ранее, и поэтому следствие в том числе понимает, что если это было ранее, ну, невозможно это, скажем, не понимать, что, возможно, что-то получится и в будущем тоже какие-то такие же вот ситуации с утечкой денег. Ну, я вот примерно попытался объяснить. Да, спасибо, Вадим. А вот чем закончилось уголовное дело в Казахстане? Вот это сложно сказать, чем оно закончилось. Я вот, честно говоря, вот это просто было уже, ну, много лет назад, я это читал, вот в памяти просто не осталось у меня информации. Ничем оно до суда не дошло. Я знаю просто, я хотела, чтобы вы ответили. Ну, ладно, я поняла вашу версию. Да, знаете, еще что я вспомнила? Одну вещь. Может быть, тоже это слушателям будет интересно, полезна какая-то информация. Кто в курсе, как вообще происходило оформление квартиры, да, при покупке? То есть там было оплату в том числе юридических услуг за юридическую экспертизу. У нас в России, я говорю, я не знаю, как в Казахстане, вот, за юридическую экспертизу, это была фиксированная сумма 60 тысяч рублей, и эти денежные средства тоже переводились на отдельный счет. То есть не на паевый счет, на отдельный счет, и у них назначение платежа, то есть юридические услуги, то есть конкретно оно так и было. И, насколько я помню, не буду утверждать, но, по-моему, вот как раз вот это вот агентство, юридическое агентство, которое проводило юридическую экспертизу, по-моему, оно было оформлено на Елену Василенко. Ну, я могу ошибаться. Но, учитывая, вот, смотрите, давайте посчитаем, у кого калькулятор есть под рукой, если 60 тысяч рублей и порядка 3200, что ли, квартир было куплено всего за все время существования кооператива, вот сколько это в деньгах? По 60 тысяч кто-нибудь посчитайте, пожалуйста. Алена, у меня есть калькулятор, что надо посчитать? Ну, порядка 3 тысяч квартир по 60 тысяч за юридическую экспертизу. Ну, там, получается, 3200, по-моему. По-моему, 3200. 60 тысяч рублей равно 180 миллионов. Вот, может быть, о таких суммах примерно идет речь, что 180 миллионов было перечислено какому-то юридическому лицу, которое оформлено на жену Романа Василенко. Ну, это вот то, о чем я говорю, это конкретно были юридические услуги по юридической экспертизе квартиры, которая приобреталась в собственность кооператива в интересах пайщика. И это тоже нигде не скрывалось, об этом тоже говорилось открыто абсолютно. Владелий Плачёш и Неспаевого счёта. Он был на другой счёт. Да, Елена, извините, смотрите, здесь, да, изначально Кинкослав, он же был и прописан в учредительном, не в учредительном, а в уставе, он, насколько я помню, был прописан. И там вот, если у кого есть непосредственно, да, там архивные вот эти вот все документы по кооперативу, я думаю, там можно найти, за что конкретно Кинкослав отвечал по уставу, за какие, собственно, операции и за что эти деньги ему предназначались. Насколько я помню, там что-то типа административная деятельность, по чего-то там управлению, активами и что-то вот в этом духе. Насколько я помню, там про финансы, именно про юридические услуги речи не было. Ну, я тоже могу ошибаться, поэтому те, у кого есть доступ к уставам архивным, это, по-моему, где-то тоже там, 15-й, по-моему, год, ну, то есть одни из первых редакций устава. Ну, с этим тоже не буду спорить, я тоже, потому что не помню наизусть, по-моему, юридическая вот эта вот фирма, которая оказывала юридические услуги, по-моему, она называлась «Эксперт». Ну, я тоже могу путать. Но факт остается фактом, эти денежные средства переводились не на паевые счеты, а отдельным платежом, всегда только через банк, только на реквизиты счета, то есть в определенную, ну, другому юридическому лицу. Хорошо, коллеги, да, Алена и Вадим, спасибо, что вот у нас, ну, вы прокомментировали ситуацию, и на самом деле даже полезно, когда, ну, присутствуют люди с разными точками зрения, то есть вы каждый со своей стороны выразили именно свое мнение, оба являетесь юристами, соответственно, для нас там, кто не имеет юридического образования, это тоже полезно послушать, профессиональное мнение, вот. Может быть, даже в будущем мы можем, я не знаю, дайте какую-нибудь идею, мы можем взять конкретное какое-то решение суда и разобрать вместе, то есть там, прочитать, прокомментировать и так далее. То есть, ну, если у вас какие-то идеи, как вы знаете, мы созвоны делаем регулярно в нашем чате, так что можно просто запланировать, и я думаю, всем будет интересно разобрать на конкретном примере, потому что вы несколько раз сказали, я вот уже там не помню, читал там сколько-то, а мы можем открыть прямо текст, чтобы он был у нас перед глазами, и разбирать конкретные факты. Тем более, что мы все сейчас понимаем, что идет процесс, идет следствие, и когда-нибудь, наверное, будет вынесено решение по делу, и, наверное, будет всем интересно именно разобрать, какому мнению пришел суд, так сказать. Ну, в общем, я думаю, это будет интересно всем. У меня есть... Андрей, можно ли я дополнить? Андрей, и так, и так говорят, без разницы. Да? Понятно. Давайте гуглим вместе. Нет, на самом деле, да, разница. Да, Галина, говорите. Добрый вечер, Андрей. Хочу немножко дополнить. Вот по поводу молчала-молчала, но когда сказали возбуждены или возбуждены, то, естественно, как специалист хочу дополнить. Я в прошлом следователь, поэтому скажу вам честно, дела возбуждены. Ну, вот, и да, я где-то слышал такое, что профессионально именно возбуждено. Хорошо. Возбуждено. И дополним. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, Алене нашей, которая рьяно бьется за кооператив. Я не успела заключить договор. Я оформила кабинет, но не успела. И хотелось бы сказать, может быть, может быть, когда-нибудь у следствия возникнет необходимость, возникнет необходимость привлечь специалистов. Кто такие специалисты? Вот вы долго, очень долго обсуждали счета. Я, кроме всего прочего, это моя прошлая профессия, а я сейчас предприниматель, у меня есть счета. Вы поймите одну вещь, что только налоговая инспекция об этом все скажет. Банк ни одного платежа мимо налоговой пропустить не может. И когда мы подаем декларации, каждый квартал, либо каждый месяц, там все четко прописано. И четко указано, куда, с какой целью и с каким назначением ушли платежи. В зарубежную компанию, в российскую компанию. Это все четко там прописано. Выйти за рамки невозможно. И, возможно, следствие этой информацией обладает. Но почему вот здесь мы гадаем на кофейной гуще, это сложно сказать. Хотелось бы, чтобы и здесь была не кофейная гуща, а были специалисты. Вот типа, как Алена и даже как Вадим Белоусов. Да, Вадим Белоусов вы рассказали, показали многое. Но вы никакого отношения к оперативу не имеете. Так вот, когда следствие поймет, что надо работать с людьми, которые имеют к этому отношение. Вот вспомните, что Алена сказала, когда я позвонила следователю, я им неинтересна. А может быть, должны быть интересны такие, как Алена. И как юристы, и как специалисты, и как имеющие отношение к этому кооперативу. И еще, чтобы не потерять мысль, я скажу по поводу денег, которые тут я много вижу в интернете. Муссируется тема, что там миллион триста или чего-то там еще. Где-то отдельно на счете лежат деньги, которые не отправлялись на покупку жилья. Они не должны были отправляться на покупку жилья. Потому что они шли на рекламные кампании. Но везде и всюду есть лимиты. Просто так взять общую одну большую огромную сумму и отправить куда-то, банк просто не пропустит. Вот уточните, у банка есть лимиты на отправку денег на рекламные какие-то платежи, на рекламные кампании, на рекламные продукты. Это можно все это уточнить. И поэтому, если у следствия нет этой информации, это все надо взять, истребовать и, может быть, даже обнародовать. А сколько можно прятать и создавать вот такие слухи. Когда заходишь в чаты, вот, допустим, к вам, Андрей, и еще в какие-то чаты волосы встают. Ну, как можно? Ну, как можно на несведомленных лиц вот набрасывать такую информацию? Ну, это для чего делается? Для того, чтобы дольше дело расследовать? Ну, оно же рано или поздно, оно все равно закончится. Расследование закончится. И надо будет садиться адвокатом и изучать материалы дела. Будет это месяц, год, полгода, три года. Но будет изучаться дело. А потом будет подписываться протокол об ознакомлении с материалами дела. Но перед тем, как подписать протокол об ознакомлении с материалами дела, надо будет получить немеренное количество ходатайств адвокатов. И истребовать из налоговой ТОТа, из Минюста истребовать, и оттуда истребовать, и из компании истребовать. И холдинг подтвердить, не подтвердить, если это не подтверждено. Это все будет проверяться. А сейчас пока, ну вот, это домыслы. Но хотелось бы, чтобы больше приходило к вам людей, знающих и понимающих. И очень хорошо, что подтвердили мы о том, что кооператив работает в правовом поле только потому, что у него есть потребительский кооператив, а все остальное, что снизу, это все охватывается одним только названием – потребительский кооператив. Вот и все. А представление прокуратуры, которое до сих пор не рассмотрено, так это проблема той же прокуратуры. Прокуратура отправила представление, она должна была истребовать ответ, либо принять решение о ликвидации, допустим. Но ликвидировать нельзя. Ну вот, и все висит. Но это не говорит о том, что следствие может работать годами и продлевать сроки и держать людей тоже там. Вот что хотела сказать. Может быть, немножко сумбурно, но я думаю, что мысль мою вы уловили. Да, конечно. Галина, спасибо тоже, что поделились ваше мнение. А на ваш взгляд, как сотрудника бывшего органов следствия, примерно сколько может длиться процесс, если по срокам? Ну, вы знаете, по срокам это может длиться годами, но содержать людей под стражей невозможно. Даже вот как нам все объясняют, что это 210-я статья. Ну и что? Но она не может быть вечной. Она не может быть вечной. Для того, чтобы продлить сроки содержания под стражей, либо даже сроки следствия, да, надо основания предложить. Основания. Сегодня какие основания? Следователь приходит продлевать сроки и говорит, что у меня 110 тысяч потерпевших. Какие 110 тысяч потерпевших, если только 20 тысяч пайщиков? Какие потерпевшие? Если они надуманные потерпевшие, так надо спросить тогда у специалистов, можно ли человека, который где-то разместил на какой-то счет какой-то иностранной компании деньги, привязать ее сюда к этому делу, которое никакого отношения к делу не имеет. Но можно написать аффилированность, ну вот, на дилетанта, да, осведомленных лиц, и мы тут это будем годами обсуждать. Да, мы будем годами это все обсуждать. Но это не может быть вечным. Ну, я вот скажу словами шаты, надо выяснять, кому это выгодно. Вот и все. Может быть, и выяснят, кому это выгодно. Но больше года, максимум полтора года, это нельзя посмотреть и финик. Уже рассмотрели? Рассмотрели. Придумали, наворотили, рассмотрели. Вы же поймите, что следствие может продолжаться ровно столько, чтобы доказать вину, вину лица. Доказали вину четырех человек, отправили в суд, осудили их, а в отношении остальных выделяйте в отдельное производство. И если они виновны, доказывайте, доказывайте. И привлекайте их к ответственности. Заочно, не заочно, как хотите, но выносите им приговоры. А годами это длиться не может, просто априори, по закону. Я правильно изложила вам доходчива мысль? Да, спасибо. Ну, то есть, смотрите, если учитывать, что они находятся под арестом уже порядка полугода, да, где-то весной они были задержаны. То есть, по вашей оценке, получается, сейчас следственные органы должны уже принимать какое-то решение. Да, то есть, ну, вернее, не органы, а, наверное, суд будет рассматривать виновность или невиновность. Конечно, конечно, суд. Но надо же обвинение предъявить. Как же без обвинения дело в суд пойдет? Вы же поймите, что до направления дела в суд должна быть установлена вина. Во-первых, должен быть установлен ущерб. А то, ну как, вот вы представляете, что такое признать гражданским истцом гражданским истцом? В начале расследования на стадии возбуждения дела они признают гражданским истцом. На какую сумму? Вот, и поэтому такая свистопляска. И поэтому следователь приходит продлевать сроки и говорит, что я еще не выровняла там сумму, я еще пока вот людей допрашиваю. Ну, как это так? Людей допрашиваю. Так берите 1200, допустим, или сколько там пайщиков, сколько вот они говорят, 12 тысяч потерпевших, да? Берите список. У вас же все документы на руках. Вы же изъяли. В феврале изъяли. В кооперативе все документы. Есть списочный состав пайщиков. Берите по порядку и допрашивайте. Вот Алена магистратова, член кооператива. Ее не допрашивают. Почему? Потому что она ей неудобна. Они ищут по всему свету пайщиков, которые, вот не буду называть имена, они у вас тут фигурируют, которая сидела полгода или семь месяцев, она ждала чего-то, потом пошла, она заявление написала. О чем? О чем пайщица написала заявление? О том, что она член кооператива, и она потерпела кооператива? Как она потерпела? Откройте счета, разблокируйте счета и отдайте ей деньги. Какая она потерпевшая? Согласны? Ну, Галин, давайте не будем давать оценку действиям потерпевших. Они приняли свои решения, они пошли таким путем. Просто другой вопрос, чего они добьются таким путем? Ну вот. Ну, у меня есть свое мнение, я его сказала в самом начале, по-моему, что если что-то и могут вернуть, то только паевые средства, все, что указано в договоре. Все остальные, все суммы являются невозвратными, это все написано в договоре. И к тому же должен быть досудебный порядок, то есть должно быть заявление на возврат паевых, и после этого уже, если кооператив отказал, тогда, да, можно идти писать заявление, что ты потерпевший. А если ты даже не обращался с заявлением, либо если тебе кооператив не отказал в выплате, в возврате твоих законных денег, ну, тогда какой ты потерпевший? Ну, то есть, тем не менее, это все, ну, их личное дело, этих людей. Я глубоко придерживаюсь того, что потерпевших трогать нельзя, это их решение, пусть они идут своим путем. Ну, допросить надо всех. Сторона обвинения возьмет своих людей, а сторона защиты возьмет своих людей. А так получается, однобоковое расследование, допрашиваются люди, которых якобы потом будут укладывать в список обвинения, да? Они потерпевшие. Ну, пока так происходит. Ну, пока так происходит. Из 12 тысяч пайщиков допрошено там сколько? 30 человек, которые признаны потерпевшими. Все остальные не опрошены. Ну, либо не прикреплены к материалам дела эти опросы. А форма допросов через интернет, искать людей, ну, это вообще, это я, я, допустим, как специалист, я впервые такое слышу. Рекламу разбрасывают по чатам. Ну, это факт, я вам могу скинуть пример такого письма без персональных данных, я могу в чат скинуть про такое письмо. Они приходят массово рассылками, и следствие даже этого не скрывает. Там есть номер телефона, если вы туда позвоните и вот поговорите, ну, конечно, нужно быть для этого пайщиком. То есть, то вам точно так же ответят, вы потерпевшие, давайте сейчас мы оформим все. А, нет, ну, тогда не надо. Что тогда звоните? Вот, вот, так отсутствует у людей право на защиту, отсутствует, потому что есть адвокат, который сидит в процессе, вот он будет сейчас изучать материалы дела, и он захочет увидеть своих людей, которые будут на стороне защиты. Он их там не найдет, он их там не найдет, потому что они недопрошены. Все нормально будет, Галина, мы есть. Мы есть, мы пишем день и ночь, мы обращаемся, мы заявляем о своих правах, мы заявляем в суды, мы приходим, поддерживаем свое собственное право на жилье, свои собственные денежные средства, предоставляем квитанции, так что все будет хорошо. Вот я тоже так думаю. Да, извините, можно тоже чуть-чуть вклинись в вашу беседу. Во-первых, Галине тоже спасибо отдельно за непредвзятое мнение, оно в том числе в отношении меня в первую очередь. Но я немножко не то, чтобы там не соглашусь, но просто попытаюсь, скажем, повесить вопрос, да. Вот вы говорите про привлечение специалистов. Я вот не совсем согласен с тем, что вы говорите в отношении специалистов, которые имеют отношение к потребительскому кооперативу. Но во все времена, не знаю, или я так считал, что непредвзятый специалист, сторонний специалист, независимый эксперт или так далее, на то он и нужен независимый, что у него мнение не зависит ни от чьей стороны. Если привлекать, как говорится, специалистов, которые имеют непосредственное отношение к кооперативу, та же Алена, будучи пайщиком, естественно, она будет в интересах кооператива всегда действовать. Она не может против него действовать по определению. И поэтому это тоже в какой-то степени будет изначально аффилированное лицо с кооперативом, которое будет, естественно, на стороне кооператива. И поэтому мнение этого человека, я считаю, его нельзя брать во главу той же самой защиты, как вы говорите, то, что не опрашивают непротерпевших пайщиков. То есть все остальные пайщики, им слова не дают. Ну а что они скажут? И ладно, хотя бы Алена понимают с точки зрения, как юрист, какие-то правовые нормы. То есть может хоть чем-то оперировать. Обычный человек, обычный пайщик, что он скажет? Я всем доволен, и все. А как это мнение в дело подшить? То есть что он скажет, я имею в виду следствию, какие слова можно обычного пайщика прикрепить к делу? Я считаю, это просто бессмысленно. Поэтому это следствие и не интересует. А второй момент, ну это можете потом прокомментировать, если интересно, мнение ваше тоже хочу слышать. Вот, а второе ваше мнение по поводу того, как вы сказали, что все-таки якобы кооператив действовал строго по закону, да, и непосредственно действовал как потребительский кооператив. Тогда у меня встречный к вам вопрос. А для чего тогда разделение кооперативов создано законодателем? Зачем жилищные кооперативы тогда отдельно выделены? Зачем отдельно жилищные строительные? Зачем отдельно накопительные? Зачем отдельно финансовые кооперативы выделены? сельхозкооперативы выделены если можно было бы просто создать общую категорию кооператив и все и все работают под общим флагом вот тогда и вопрос а зачем тогда нужны все остальные кооперативы если пока быстрый мог изначально работать просто как потребительский кооператив зачем тогда они сделались как жилищный кооператив вот тоже вопрос по мне ну это первое что ну на чем нужно задумал можно я отвечу вадим смотрите поэтому вам и было сказано потребительский кооператив а все что ниже это все охвачено верхней частью то есть все внутри все внутри и поскольку вначале был просто жилищный а потом он должен был выйти и вышел за рамки жилищного то естественно надо было что сделать такой 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 нет он работает внутри одного кооператива это вот я вам приведу пример из своей следственной практике когда мы направляем дело в суд когда мы направляем дело в суд мы предъявляем человеку обвинение и есть статья допустим 159 там часть 4 есть 159 часть 1 2 и так далее да и может быть у одного из обвиняемых будет только состав преступления частью 1 но для того чтобы для того чтобы суд не смог перейти на вторую и вернуть дело потому что мы не вписались в обвинение вот алена должна подтвердить если она немножко в этом понимает да я думаю что она понимает я это гарантирую то мы берем 159 часть 4 я как следователь в меняю и пишу все что я уже имею по обвинению а суд если ему нужно он с 50 159 при вынесении обвинительного приговора он спустится даже до части 1 и вынесет обвинительный приговор но в рамках части 1 я немножко доходчиво объяснила это тоже самое и по кооперативу то же самое чтобы не остаться потом с каким-то видом деятельности внутри потребительского кооператива то есть мы его обозвали жилищным а сами там где-то что-то еще оформляем да и делаем то мы тогда будем нарушать мы тогда будем нарушать а здесь нарушений нет и и второе что я еще хотела сказать меня интересует вопрос я этот вопрос часто и очень часто задавала пока ответа не получила потому что я никак не могу найти полное вот полный текст вот представления может быть у алены алена есть есть где-то представление это найти для того чтобы сопоставить какие номера аквет какие номера аквет указаны и в представлении и в регистрационном документе поскольку я видела выписку из регистрационного органа это уже когда ключик взял и представление не совпадают номера аквет не совпадают и поэтому вот это кто придумал вот это вот несоответствие я не понимаю почему представление указан не тот номер аквет который указан регистрационном органе это как может быть это для чего-то нужно было вот я вот еще вот 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 этот факт я не раз не могу расследовать потому что не имею на руках вот этого представления давайте я отвечу что смогу я просто чуть добавлю я просто хотел именно угольным тоже вопрос по поводу по поводу специалистов можно вадим по поводу специалистов я упустила момент то есть это была ваша первая часть а вторая о том что специалисты должны быть я вам просто приведу пример 2019 год помните заключение специалиста по поводу неперемидальности компании как оператива помните который до которая фигурировала везде и всюду и на которой сегодня идут ссылки это куплено это проплачено это все вы понимаете это называется сторонние специалисты поэтому сторонние специалисты да мы могут и включиться и поработать и объяснить и законодательную базу подвести но те люди которые руками каждый день трогают то что к чему они имеют отношения их надо спрашивать в первую очередь их надо спрашивать и потом садиться в уголовном процессе в уголовном деле это очная ставка вы понимаете что такое очная ставка посадить сторону потерпевшую вернее сторону защиты и посадить сторону обвинения и провести очную ставку это тоже самое но это не делается это не делается а почему не делается а потому что и затянуть сроки надо и плюс надо найти каждого учения скажем честно надо кого-то привлечь к ответственности вот и все дадите галина просто туда у вас ну здесь как бы я просто хочу вот уловить именно сути до вас туда есть что-то так скажем то что вы говорите действительно правильные вещи и естественно боретесь да за правду но вот я со многими вещами не соглашусь просто вы проводите параллельно скажем со своей деятельностью да как как скажем следователя до бывшего и так далее но опять же вы говорите про очную ставку я вам еще раз хочу привести пример как бы сказал да я уже обычность пайщик что он может сказать такого что будет интересно следователю бы давайте просто грубый пример но чтобы просто все абстрагировались чуть-чуть там от кооперативов там и так далее да любой потребитель услуги ну не важно что это за услуга ну вот просто давайте абстрагируем сюда извините за прямое сравнение например да как я уже тоже писал в чате наркоман он пользуется услугами дилера он всем доволен ему все нравится он доволен и придет и скажет следствие что ему все нравится у него все замечательно это выр классный и супер он кайф получает но от этого деятельность они становятся законные честный то есть мы вы хотите ну как бы забрать поверхность а вглубь почему-то ну немножечко как бы побаивайтесь заглянуть или себе боитесь признать что ли что ну не совсем там все так просто и честно оказывается было и говорить о том что все теперь строится на том что где-то что-то просто выдумано но я с этим точно не соглашусь извините за прямоту но на деле ну вот у меня складывается такое ощущение вадим очень хороший вопрос очень хороший вопрос но в этой в этой теме не глубоко вы только пользуетесь слухами и источниками вот я там 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 с тем-то поговорил с тем-то и с тем-то и мне об этом рассказали а то что пайщик он здесь он внутри он оплатил он вносит каждый месяц он договор читает у нее четко в договоре все прописано за что он может вернуть обратно свои деньги за что не может а их вот здесь не 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 специалисты пытается завернуть в обратную сторону а вы можете это забрать и это забрать и это забрать потому что кооператив работает не правом поле вот этого нельзя допустить вот этого нельзя допустить если вы хотите найти нарушение со стороны кооператива надо их искать они пользоваться слухами вот это самое главное не пользоваться слухами а только я вас услышал да я вас услышал я собственно как раз не хочу по источникам и пройтись и вам тоже вопрос скажем хочу задать просто услышал ваше мнение до законности деятельности а у меня тогда вопрос я просто не слышал отвечали вы на этот вопрос или нет потому что другие кто отвечал я ну как бы понимал что человек она действительно понимает о чем говорит или не понимает собственно изначально как вот я уже сказал да почему был именно женщины кооператив вы считаете как же к быствой он работал по закону и по какому закону в первую очередь работу вы считаете по закону хорошо да по закону о кооперации читайте Закон о кооперации, он охватывает все. Есть кодексы, мне уже приводили статью жилищного кодекса и гражданского кодекса приводили. Закон о кооперации, он охватывает все. Все. А все остальное, что прописано в кодексах и в статьях, это уже производная. Нет. Поймите меня правильно. Потому что я и риэлтор еще ко всему прочему. Я профессиональный риэлтор. Поэтому с недвижимостью я глубоко и широко работаю. Могу вам тоже отвечать на все вопросы. И не надо. Это мое мнение. Вы можете, конечно, иметь свое. Вы можете иметь свое. У меня оно и есть. Я поэтому вас и спрашиваю. А зачем тогда, еще раз повторюсь, все остальные вот эти производные, как вы говорите, все, что сверху, это потребительская кооперация. А зачем тогда оплодить жилищные кооперативы, жилищно-строительные? Зачем? А для чего это надо? Какие-то статьи там написали, какие-то ограничения там вели. Вадим, строительный или жилищно-строительный кооператив не надо ему мешать с жилищным кооперативом или в общем с потребительским. Жилищно-строительный кооператив, у него есть устав, и он работает в рамках устава, в рамках, который разработан на основании закона о кооперации. И то есть все то, что нужно под жилищный кооператив, там все изложено. Все конкретно именно под этот кооператив изложено. Понимаете? А в потребительском кооперативе изложено все. Почитайте устав кооператива Bestway. Там каждый пункт дает обоснование всему тому, чем занимается кооператив. Я читал. Я про это и говорю, что вы думаете, что я какими-то слухами оперирую. Я почитал. И уставные документы читал. И непосредственно отсылки к закону читал. Поэтому я и начал, когда у вас, видимо, не было прошлой неделю, когда первые уставы кооператива содержали в себе прямые отсылки к федеральному закону 215. Он жилищно-накопительных кооперативах. То есть вы говорите сейчас, что можно любым кооперативом быть, ты же потребительский кооператив. Тогда в уставе можно прописать, получается, все, что угодно из любой формы кооператива. И это, вы считаете, будет по закону. Правильно? Правильно. Коллеги, можно я немножечко прерву вот этот интересный спор, так скажем? Я просто боюсь, что он стал слишком профессиональным, и людям уже тяжело улавливать мысль. Ну, тем, я имею в виду, кто не имеет юридического образования. Да что, почему так фонит, а? Да, коллеги, проверьте, пожалуйста, микрофоны. Идет фон. Может быть, у кого-то включен. Я просто хочу сказать, давайте мы прекратим вот этот спор по организационно-правовой форме. Потому что это в любом случае не предмет уголовного дела. И поэтому у нас могут быть разные мнения. Хочу только одну вещь еще заметить, коротко, да, о том, что у нас есть несовпадение в законодательствах, когда есть один закон, а какие-то подзаконные акты не совпадают по смыслу своему, по содержанию с этим законом. И в этом случае вопрос решается в Верховном суде, либо в Конституционном суде, то есть, ну, смотря какого плана закона эти. Соответственно, в данный момент, пока вот идет вот эта вот вся кутерьманская оператива, уже несколько таких несовпадений обнаружено. То есть, ну, просто по факту я вам говорю, что есть несколько таких вот взаимоисключающих понятий в разных законах, которые и тот действующий, и другой действующий. Все это будет устанавливаться далее Верховным судом, либо Конституционным судом, соответственно. И поэтому сейчас вот то, что мы спорим, эти, в принципе, все мнения правильные, потому что одно мнение на основании одного закона, другое мнение на основании другого закона. Но если такие несостыковки происходят, значит, их нужно урегулировать. И это не вина кооператива, и тем более не вина пайщиков, что есть какие-то несостыковки в законе. И мне хочется чуть-чуть еще добавить вот о том, что Галина говорила, что акведы не совпадают. Я тоже наизусть не могу сказать, что именно там не совпадает, но я тоже видела, что они не совпадают, опять же. И хочу сказать, что, по крайней мере, во всех судебных заседаниях с Центробанком, Центробанк рассматривает только уставы не позже 2018 года. Он категорически отказывается рассматривать вообще устав 2021 года, 9 февраля, который был принят и зарегистрирован соответствующим образом. Ну, просто, то есть, ну, на каких-то недостоверных, скажем так, данных. И также есть в некоторых документах следствия тоже есть указания на пункты устава, которые не совпадают по содержанию. То есть, скорее всего, это тоже из каких-то старых редакций взято. Это однозначно все будет установлено в суде, в судебном процессе. То есть, однозначно все это будет установлено. И те судебные процессы, которые сейчас идут, чтобы люди понимали, что это просто такие, как сказать, мелкие предварительные судебные процессы, которые какие-то конкретные действия, где оспариваются, где не рассматривается само уголовное дело. Вот когда будет рассматриваться само уголовное дело, я думаю, мы обо всем об этом узнаем. Сейчас очень много чего прикрывается тайной следствия. И поэтому много чего мы не узнаем. Ни состыковок, ни совпадений очень много. Скорее всего, это связано с предыдущими редакциями какими-то. Каких-то лет, каких-то законов, точнее, не законов, извините, а уставов предыдущих редакций. И, видимо, с этим это связано. И то же самое с акведами. Скорее всего, тоже это с этим связано, что какие-то коды другие. Но в любом случае, мне хочется заострить внимание на том, что ни кооператив, ни пайщики, потому что пайщики — это и есть кооператив. Кооператив — это не какая-то химера, это все пайщики собрались, сложились и покупают себе жилье. А пайщики не должны и не могут и не будут отвечать своим имуществом перед какими-то другими людьми. То есть как бы не хотели это представить там следствие, либо кто-то еще, что вот давайте вы пишите, мы вам возместим, вот у нас там 15 миллиардов арестовано. Такого не будет. В любом случае возмещать, то есть возмещает ущерб только виновный у нас по законодательству Российской Федерации. Кто признан виновным, тот и может возмещать ущерб. Соответственно, кооператив, если даже он в самом плохом случае будет вдруг закрыт, ликвидирован, через процедуру конкурсного управления будет закрыт, соответственно, то, что мы уже тоже не обсуждали, точнее, Вадим в прошлый раз говорил. Я тоже прекрасно понимаю, как специалист в этом вопросе, что это будет происходить много лет, если так будет, то деньги кооператива будут распределены только между пайщиками. Больше никому из этих средств не будет никаких возмещений произведено. Я бы хотела, чтобы вот сейчас услышали это люди, которые введены в заблуждение слухами какими-то там, чатами, следствием, может быть, ну, кто-то кем-то введен в заблуждение. И мне бы хотелось, чтобы эти люди это услышали, что деньги кооператива, даже если он будет закрыт, будут распределены только между пайщиками. И мне бы хотелось, чтобы вот юристы, которые присутствуют, тоже это подтвердили. Спасибо. Да, Лен, спасибо. Я тоже согласен, что мне не стоит глубоко копать, и это можно обсудить потом отдельно либо в чате, если будут возможности и время. Но в отношении кооператива, как вы правильно сказали, да, согласен, что потерпевшие в первую очередь пайщики. И даже если они есть, то деньги будут распределяться между ними, так как они в первую очередь самые заинтересованные лица в получении этих денег. Но, как мы уже до этого говорили, речь не только ведь о кооперативе быстрой. То есть потерпевшие пишут не только потому, что они потеряли деньги, да, или так, скажем, пока не могут забрать их из кооператива. А в первую очередь потерпевшие – это те, кто ждет выплат от так называемой инвестиционной или какой-то аналитической компании, да, Гермес Финанс. Вот в чем здесь смысл. И поэтому здесь вопрос тоже. Те деньги, которые попадали на счет кооператива, я, собственно, тоже был свидетелем, потому что мне такое тоже предлагали. Когда говорят о том, что давай сэкономь, давай купи квартиру через кооператив, а еще деньги сначала вложи в Гермес, оттуда 70% снимешь займа и потом уже внесешь в кооператив. Соответственно, эта схема, она в том числе, я уверен, есть и у следственных органов, которые также и будут стоять под вопросом, да, какие деньги все-таки были в кооперативе использованы. Потому что человек, который заходил через Висту, так называемую, который сначала внес туда на счет, потом оттуда что-то снял, которые, цифрики у него там нарисованы остались, а остатки уже внес в кооператив. Это тоже схема. Поэтому отдельно кооператив сейчас точно нельзя рассматривать от этого, от всего. И пайщик, он может быть таким же клиентом этого Гермеса, соответственно, он и от кооператива денег не получает, и теперь еще от Гермеса денег не получает. Да, поэтому здесь получается, что пайщики-то, они не все просто пайщики, а большинство из пайщиков, в том числе, были клиентами компании Гермес. Поэтому здесь, опять же, да, вопрос. То есть, как можно отделить кооператив от Гермеса? Никак, к сожалению. Очень просто, юридически. Нет юридических пересечений, нет финансовых операций. И все. То есть, если пострадал от кооператива, будет возмещать кооператив. Если пострадал от какого-то человека, будет возмещать человек. Если от какой-то другой компании, будет возмещать какая-то другая компания. Это обычная юридическая практика. Все правильно. Юридически они никак не связаны. Ну и, собственно, человеку тоже тогда нужно сразу прямо и открыто сказать. Извини, друг, ты ничего не получишь от компании Гермес, потому что ты написал соглашение, подписал, собственно, рукой. Ты несешь все риски, полностью отвечаешь, скажем, своей головой. Да, тебя никто не заставлял условно там и так далее. Потому что почему до сих пор людей кормят завтраками, опять же, да, это другой вопрос. И, соответственно, люди все ждут. Они потеряли и там деньги, и тут деньги. И, соответственно, сидят полностью с кредитами, скажем, с больной головой, не знают, что делать. А их продолжают настраивать. Все будет классно, все будет здорово, мы прорвемся там и так далее. Люди-то обычные, понимающие, ну, условно, да, которые сидят в такой вот, извините, ситуации, да, вот как бы болоте, так скажем, луже. Не знаю, из собственных слез там, не знаю, из всего остального. Ну, ему это завтрак, ему ничем не поможет, к сожалению. И если вы говорите, что все разблокируется там, кооператив, и все заработает, но ведь вы же тоже понимаете, что не заработает, к сожалению. Так оно заработать в текущей ситуации уже точно не может, как это работало раньше. Я согласна, что будут какие-то изменения, но я категорически против, что за счет денег кооперативу будет возмещаться какой-то ущерб каким-то людям, которые не имеют отношения к кооперативу, которые не пайщики. То есть вот я вот с этим только не согласна. Я, скорее всего, я предполагаю тоже, как юрист, как здравомыслящий человек, я предполагаю, что будут какие-то изменения. Что, скорее всего, так, как он работал, ну вот в таком формате, этого не будет. То есть будут, что-то будет изменено, что-то будет сделано, что-то будет, ну, как-то исправлено, не знаю, реструктуризировано. Ну, не знаю, как это, каким словом это объяснить, потому что еще непонятно, что это будет. Может быть, и будут какие-то изменения, но это не уголовное преступление, понимаете. Это просто какие-то документальные, то есть, не знаю, реорганизация, допустим, или еще что-то. Либо то же самое предписание на исправление чего-то, да, то, о чем мы уже поговорили. То есть, может быть, по предписанию будут выполнены какие-то еще изменения внесены. Может быть, будет лицензирование Центробанка введено, допустим. Но я не исключаю, и кооператив сам, в принципе, с этим особо не спорит. Ну, хотите, делайте, но только чтобы по закону было. И то, что будут скорректированы законы между собой, вот несоответствия, которые сейчас выявлены, они будут корректироваться. И после этой корректировки будет вынесено решение, как все-таки можно, что же является законным. То есть, и поэтому я категорически, точнее, я категорически уверена, что кооператив будет жить. Возможно, будут какие-то изменения. Но он уже изменился. Уже на сегодняшний момент он изменился, уже совсем другие там стали пайщики, более осознанные, более грамотные. Если раньше человек вообще не понимал, когда заход, что кооператив, где, как, ипотека, не ипотека, он вообще ничего не понимал. То есть, сейчас они уже начали разбираться, что вот это разные счета, вот это паевый, это членский. Они уже начали это понимать, просто потому что ситуация заставила. А первые люди, которые просто купили квартиры, были довольны, и все рассчитался, и ладно. А что, как, кооператив. Вот поэтому я, с одной стороны, благодарна ситуации за то, что она заставила людей задуматься, заставила людей быть более грамотными. И тоже хочу немножечко поблагодарить, скажем так, Центробанк, следствие кого там еще, наших недругов, скажем так. Хочу поблагодарить за то, что они заставили нас задуматься, заставили нас объединиться и дали нам повод к этому объединению. Потому что вместе мы отстоим наш кооператив, я в этом абсолютно уверена. И мы не сдадимся, это наши деньги, это наши квартиры, это наше будущее. Почему мы должны их просто кому-то отдавать? Хорошо, коллеги, спасибо большое за то, что подключились. Вадим, Алена, Галина, хоть вы и говорите, получился разговор такой узкопрофессиональный, но судя по тому, что сейчас на созвоне уже 40 человек, даже было немножко больше 40, то есть это больше, чем было в начале, это говорит о том, что людям интересно. И как раз я повторю, что интересно послушать, когда разные точки зрения. Конечно, что в итоге из всего этого получится и кто в итоге окажется прав, это время. Только расставят по своим местам, какое решение примут суды. Вадим считает, что кооператив в нынешнем состоянии работать не может. Алена считает, что будут изменения, он может работать дальше и будет работать. Вот, как говорится, поживем-увидим. Поживем-увидим, да. Мы уже больше двух часов длится наш созвон. Думаю, что на сегодня достаточно. Предлагаю Вадиму и Алене на будущее тоже подумать, может быть, нам обсудить какое-то конкретное судебное решение вот так вот на созвоне, чтобы у нас, или какой-то документ, чтобы у нас он был перед глазами, и вот можно было также его обсудить. Я думаю, что всем участникам это было бы интересно. Поговорить предметно и аргументированно. Если есть что-то добавить, говорите или будем заканчивать. Ну, я согласна на любые открытые конструктивные разговоры. Я готова отстаивать свой кооператив, готова отстаивать свое мнение. И если где-то что-то я вижу, что человек говорит грамотно и правильно, я обязательно с ним соглашусь, потому что аргументы я всегда воспринимаю. И хочу, Андрей, вас поблагодарить. Спасибо большое за вашу площадку, за то, что вы даете возможность высказаться людям с разными точками зрения. Потому что, ну, очень тяжело человеку находиться вне информации. И очень многие запутались именно потому, что они попали в какое-то не то информационное поле. Я сейчас никого не обвиняю. У нас тут, как говорится, есть адепты и хейтеры. Я не знаю, кто я, но, наверное, адепт, если так уж разделение это делать. Так, строгое такое разделение. Но в любом случае, я считаю, что кооператив жил, жив, будет жить, и я за него. И я благодарна Вадиму и Галине за то, что мы так конструктивно поговорили. Надеюсь, что слушателям будет полезно. Спасибо большое. Можно я скажу спасибо Алене и скажу спасибо Вадиму и всем остальным. Андрей, вам благодарность. Я вот давно-давно слежу за вами, и я не регистрируюсь у вас, просто наблюдаю. А сегодня просто не сдержалась. Нашла, вышла к вам и не сдержалась. Все будет хорошо и будет все прилично. А разобрать, вот мое мнение, как специалиста, можно представление. Вот если хотите, давайте попробуем. А какое именно представление? Представление прокуратуры. Ну, давайте. Давайте, да. В этом объеме, в полном объеме. Да, я тоже согласен. Давайте разберем, я найду, думаю, найду, мне его пришлют. Найдите. Найдите, давайте поработаем. И пусть люди послушают. Хорошо. Да, давайте, я тоже согласна. Давайте. Можно даже, если за неделю найдем, то есть следующее воскресенье сделать созвон. Удобно вам в воскресенье вечером так же? Спасибо. Выедем, конечно. Лично я в воскресенье вечером не смогу, к сожалению. Ну, давайте мы это обсудим, может, в чате или как-то. То есть, во-первых, надо представление найти. Да, можно на другой день. Да, чтобы всем было удобно. Надо представление найти, во-вторых, подготовиться, чтобы было все-таки аргументировано, и чтобы у нас перед глазами у всех были документы. А то вот мы сейчас все разговариваем, но немножечко не хватает фактов. Фактура есть, фактов нет. Хорошо. Ну, все тогда. Спасибо всем большое. И кто выступал, и кто слушал. Global Star Club. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok